Приветствую, друзья! И наконец-то мы покажем вам обзор на наш шатер от компании CarPro. Покажем, расскажем о всех плюсах и недостатках, что нам нравится в этом шатере, что нам не нравится. Ну, в принципе, размер вы видите какой. Более дополнительную информацию можете найти на сайте. Ссылочку я постараюсь оставить на этот шатер, где покупали также. А сейчас, в данную минуту, мы начинаем. Мучительный процесс. Музыка Вот этой незамысловатой красной кнопочки. Ну и так же раздвигается. Вот они у нас, ребята, вот такие стяжечки. Соответственно, легко все, очень просто. Чтобы не сдувало ветром, идет натяжение. И так, по входу. Вход дублируется у нас москитной сеточкой. Минус то, что нам не нравится, то, что здесь, как многих, ну, привыкли в палатках и шатрах, что когда мы заворачиваем, нельзя, допустим, зацепить. Приходится опрокидывать или закидывать, как правильно. Следующий момент. У нас здесь по периметру идет дублирующие тоже сеточки. Здесь два таких больших окна. Раз, два. Здесь у нас идет маленькое окошко. Второе у нас окно с дублирующей сеточкой. И, что мне интересно, понравилась вот эта дверь. Можно всегда открыть и проветрить. Ну, а что нам не понравилось в этом шатре, я думаю, Валерий, как бы вот швы, вот посмотрите внимательно, все, производитель. Проклеил, все замечательно. Претензий нет. В дождь, вы видели, она выдерживает. Ветер тоже. Но, почему не предусмотрели? Кармашки. Вот я люблю, когда есть кармашки. Второй минус для меня. Почему-то нету производителя, мне предусмотрено здесь, как получается, крючок для того, чтобы повесить фонарик. Приходится что-то сюда городить. Ну, я думаю, в процессе, конечно, мы приклеим сюда какой-нибудь крючок. Но это уже, как говорится, за такие деньги можно было, конечно, производителю постараться. Есть маленький, но незначительный момент. Юбочка, мне кажется, очень маленькая. Как ты считаешь, Валера? Не, как бы, такая средняя, да. Мы же проверяли, засыпали и камнями, как бы, нормальная. Но я бы сделал 15 сантиметров. Ну, конечно. Так, скажите, какой вы хотите еще минус добавить? Сюда растяжки еще надо добавлять, поставить. Как минимум. По четырем сторонам. Ну, и можно вот так вот еще сделать. Крючки для окон. Можно тоже сделать как бы растяжку, не горшую. Почему вы пришли к этому? Ну, это при ветре я когда ставил, сильный ветер в одного, я не еле-еле поставил, потому что ее складывало. И просто ветром складывало. Потому что нужно растяжки. Как бы, вот так. Тяжело было ветер поставить ее в одного. А вот это то, что минус, потому что здесь еще, получается, производитель подумал поставить козырек, как мы его установим. Но не подумал, если без козырька сделать ветер. Не, без ветра когда ставится вообще в одного легко. Ну, все равно, вот этот есть, да? А куда я этот рассыплю? Все равно, крючков не хватает. Если мы будем скручивать, скручивай. Например, да, вот так. Здесь нету никаких крючков для того, чтобы зацепить нам сеточку. Если козырек поставим, то вообще никак. Вообще никак. Я думал, что сначала меня осенило. Я думал, если цепляется здесь, но почему-то здесь нету отверстием. Хотя бы вот так зацепил из той стороны. В принципе, если сделать здесь веревочки, вот так. Ну, тоже какая-то дурастика будет. Или? Как-то все равно не продумано, да? Ну, вот есть, конечно, вопросы производителю. Ну, может, потом это все продумывается. Ну, как говорится, показала практика, все дорожает. Вот, что мне больше понравилось. Для удочек. Зацепил, и все. И удочки здесь висят спокойно, никому не мешая. Ну, вот, друзья, вот такой краткий обзор. Сказать, что полностью мы недовольны, мы не можем это сказать. Но вот самое главное, конечно, что нас расстраивает, это то, что при сильном ветре ее складывают. Это минус. Может быть, производителям или где его выпускают, эту палатку, там таких сильных ветров нету. Но, как мы знаем, что у нас ветра бывает 20 метров в секунду. Мы не профессиональные обзорщики, то я только учусь, потому что это новый вид съемки. Ну, ладно, ребята, на этом мы заканчиваем наш рассказ. Всем добра, тепла, здоровья и уюта. Пока-пока!